Я прошу тишину в зале суда. Слушается дело о пропаже гражданина Альберта Саврасовича Пургенёва. Суд вызывает свидетельницу Евдокию Пафнутьевну Пургенёву. Я извиняюсь, а тут здоровкаться вообще надо. Как хотите. Хорошо. Тогда не буду. Нет, Папа, тебе, конечно, поздоровкаться надо, чтобы вы не подумали, что я не куртульная. Я куртульная. Что вы говорите? Я куртульная. Я такая куртульная, что если кто со мной не куртульно поздоровкается, кавала сразу дам и ушел. Слева вот этим пацаном. Свидетельница, успокойтесь, свидетельница. Извиняюсь. Назовите себя. Дуся Пургенёва. В девичестве чреватая. Сколько вам лет? Слушайте, у юных девиц не принято спрашивать, сколько им лет. Пора бы знать. Свидетельница, не делайте суду замечаний, отвечайте на вопрос, сколько вам лет. Хорошо. Подошла к 30. Недавно. Я так понимаю, лет 20 назад. Хорошо. Итак, расскажите, сколько лет вы состоите в супружестве с вашим пропавшим мужем? Так сейчас я и не припомню. Так в стрессе я тогда была от радости. Ой, люди добрые. Он же у меня такой юморой. Я говорю, Альбертик, а давай на Новый год свадьбу сыграем? А он говорит, ты что, дура, хочешь там весь праздник испортить? А какой он нежный, люди добрые. Какой он нежный. Он же меня на руках от дома до ЗАГСа нес. Правда, когда делал перекус, давал свидетелю поддержать. А тот же шерсть клюпеньким оказался. И меня в лужу уродил. Я в белоплатье, тут лужа, тут лягушка. Расскажите суду, что вы видели той ночью? Значит, той ночью мы с Татахой сделали педикюр в труднодоступных местах. И перекинулись в дурачка с двумя командировочными грузинами на раздевание. О, Боже, насмеялись, насохотались. Свидетельница. Не сняюсь. Дальше. Иду, вдруг... Вижу мужик какой-то на восьмом этаже на балконе висит и кричит, Дуся, Дуся. Кстати, меня Дуся зовут, а вас как? Да мне все равно. Дуся, Дуся. И главное, знаете, голос на моего Альбертика похож. Я думаю, ну не можешь же мой Альбертик там висеть, он же на ночной смене. Подхожу ближе. Присмотрелась. Мой, зараза! Висит, в чем мать родила на Зинкином балконе. Видно, это Гришка, Зинкин муж раньше времени явился. Свидетельница, а как же вы его узнали? Дело ведь ночью было? Да как, как? По признакам узнала. Подождите, ночью в темноте вы рассмотрели какие-то признаки? Здрасте, так это ж у кого какие признаки рассматривать? Днем с огнем у другого не рассмотришь с фонариком с двух метров. А у моего Альбертика... Свидетельница, подождите. Но как вы рассмотрели, если он к вам спиной висел? Он же извивался, когда Гришка стал его на ботинками по пальцам бить. Он извивался, и я сразу увидел, а все. Хорошо. Скажите, а были еще какие-то свидетели этого происшествия? Или вы там одна находились? Здрасте, какая я одна? Он же там так попил, попил так, что все соседи из околпа вылазили. Особенно женщины. И кричат, смотрите, смотрите, Альбертик из 42-й висит. Значит, соседи по дому тоже узнали вашего мужа? Узнали в основном соседки. Я даже удивился. Люди добрые, честно, я удивился. Я думаю, как они в темноте моего Альбертика опознали? Неужели, думаю, он еще у кого-то отметился, кроме зинки? Узнаю, все патлы повыдергиваю. Ясно? Свидетельница, давайте вернемся к тому моменту, когда ваш муж оторвался. Да не сам он оторвался. Гришка его спикнул. Ну что вы? Каким образом? Вот представьте, что ваш муж висит голиком на балконе восьмого этажа, ему по пальцам бьют. Вот тогда и увидите, каким образом. Мой муж не будет висеть. У-у-у-у-у. Жалуба моя, как говорит моя подруга Натаха, и на старуху бывает проруха. Делаю вам замечание за оскорбление судьи. Я извиняюсь, и на пожилую женщину бывает проруха. Еще одно оскорбление, и я вас выведу из зала. Да слушайте, не хотела я вас оскорблять. Да и не называла, вы и на старуху не тянете, вам больше 65 не дашь. Мой возраст к делу не относится. Итак, ваш муж оторвался, и что? Ну что, оторвался и полетел вниз. А женщины и бабы из нижних этажей руки повыставляли и норовили поймать их. И что? Что? Поймал кто-нибудь? Накусь-выкуси. Не такой мой Альбертик, чтоб кому попало в руки ловиться. Так что же, так и упал прямо на асфальт? Да хорошо бы. Так бы ему кабелю и надо было шмякнуться. Так нет же. На Брезетовый навес спикировал, который на летнем кафе висел. Насквозь пробил, насквозь. Был, да конечно, 100 килограммов по 8-м этажам. Рязь! Мало того, а там же в первом этаже люди свадьбу гуляют. Значит, гости кричат, горько, горько. Жених уже губы от селедки в ветер идут. Явление Христа народу. Бег посреди стола. Чего мать родила? В руках поросенок? Боже! Эти, где ж майонез, и эти, значит, гости, давай селфи делать. Ну подумали, что так же задумано. А вы что? А я, а я кричу, поросенка кидай мне! Мне поросенка, а то отберут! И тут мой Альбертик, как вскочил, как побежал по столам, да прямо по блюдям. По блюдам. Ну да, по ним самым, походу, фату из невесты содрал, ну чтоб срамшиш свой прикрыть. Но поросенка молодец из рук не выпускает. Да, и тут, значит, эти начинают, как их охрана, начинают ловить его, поэтому куда, Альбертик же мой, весь в майонезе, выскользут и на улице. Мимо меня, как пуля пробежал, только успел крикнуть. Дуся, тебя я люблю, а Зинку за деньги. Ягодицами сверкнул, им кусты, да! Угу, скажите, свидетельница, а вы знаете, где сейчас находится ваш муж? Садкуль. Он мне только смс-ки шлет, вот вчера прислал. Не простишь, коль меня дуся, я напьюсь и утоплюся. Может, ему уже и в живых нет ути. Натака говорит, что ты ревешь, другого найдешь. И я говорю, нет, такого, как Альбертика, днем с огнем. Она говорит, ничего, днем с огнем, а вечером разогнем. Скажите, а вам не приходила в голову мысль, что у Альберта Саврасовича могла появиться другая женщина? Другая? Да не в жизнь. Люди добрые, он меня, он меня так любит. Он меня ни на что не променяет. Он мне так и говорит, доська пускай, я тебя так люблю, так люблю, что променять могу только на электро-бопец. О! Любовь неземная. Ну, знаете, как в жизни бывает? Любил, любил, а потом... И разлюбил. Да уж не ты, лилохудра драная, Альбертика, мужа моего законного приныкала. Натака, бери на себя охрану. А я сейчас из этой мокрой курицы двоих буду делать. Я тебя сейчас я обогрею и прибрею, и прибаюкаю. Ты у меня сейчас полгода, я тебя! Спасибо! Спасибо! Спасибо!